Есть три способа проработки эго. Это совершенно три разных пути, и каждый путь будет нуждаться в более высокой осознанности тебя. Первое — это волшебный шапалак. Это тогда, когда тебя унижают. Тебя может унизить мама, папа, партнер, таксист. Они просто тебя могут стереть. Короче, ты говно. Человека, как бы говорят, приземляет. Второй способ — это тогда, когда ты всех поднимаешь до своего уровня. Когда ты понял, что ты гениальный, ты поднимаешь всех до гениальности. Все гениальные. Когда ты понял, что ты умный, понимаешь, что все умные. И тогда ты как бы становишься на один уровень с человеком. Третий способ у меня получалось два раза всего в жизни — это любовь и благодарность. Это тогда, когда ты на человека злишься, или он сделал тебе что-то, и ты вот просто его благодаришь за то, что он есть, за то, что он тебе открыл какие-то уроки. Вообще первый признак гордыни — когда тебя начинают на дороге подрезать. Вот ты просто едешь, и тебя все подрезают. И едут, и меня все подрезают. Мы с семьей поехали в мегацентр, пришли туда, стою в очереди, и по мне едет детская коляска. Потому что сзади была колонна, и девушка не нашла другого места, как она прям наклонила коляску и поставила колеса мне на колени сзади, и проехала. Я вот так отхожу и убираю ноги, и она мне все штаны вот сверху донизу. Я поворачиваюсь, мадам бы не в себе. Стоит девочка, лет 19, может, 20, и рядом мальчик. Девочку, я так понял, никогда не били, она даже не испугалась. Мальчик, он такой, пропустите. А я уже занимался там духовной практикой, у меня такой весь в принятии. Такой подышал, и все, проходи. Эта пикалка начинает мигать, и я постою в очереди, теперь где выдача. Я вижу свои коктейли. Стоит передо мной девушка, она берет свой заказ. Вот она уходит, и с такой же скоростью заезжает туда, коляска с мусором. Коктейли мои вот тут, а мусор вот здесь. И я думаю, какого-то... И у меня вот это нищеброд, приехал там с деревней, блядь, и такая мерзость полезла. Это у меня внутри. Это процесс, который внутренний. В какой-то момент я себя остановил. И тут я вспоминаю, о-хо-но-по-но, и говорю, я про себя опять. Благодарен тебе за то, что ты приехал из деревни и убираешь здесь за мной. Я благодарю тебя за то, что ты не воруешь, а зарабатываешь деньги честным трудом. Я благодарен тебе за ту чистоту, которую ты переносишь в мир. И вот это говнецо мое все осело. И в этот момент была проработка гордыни. Это достаточно безболезненная техника. Но внутри ты должен себя вот эту самую рефлексию вовремя поймать. И все. У меня получилось два раза. Сколько раз у тебя получится, не знаю.